здравствуйте дорогие друзья с вами марина через каждые две недели по субботам на нашем youtube канале мы выпускаем ролик со сказкой напоминаем что у нас есть отдельный плейлист называется сказки со сказочницей посмотрите пожалуйста наши сказки возможно некоторые сказки вы у нас еще не видели сказки интересны и взрослым и детям мы для вас еще снимем новые сказки а пока посмотрите те которые вы еще не видели ну а сегодня я обещала немного поговорить о своих сказочных костюмах прошлый раз я рассказала вам как мы снимаем сказки с помощью зеленого экрана создаем декорации ну а сегодня ролик о сказочных костюмах как мне вообще пришла идея рассказывать на своем youtube канале сказки и при этом непременно воплотиться в образ сказительницы я тоже расскажу в отдельном ролике ну а сегодня о костюмах но вначале я вас хочу познакомить вот с этой куклой это моя помощница она будет моделью эта кукла появилась у меня неспроста когда я готовила сказку василиса прекрасная мне понадобилась кукла по сюжету этой сказки василисе во всем помогала волшебная кукла которую ей вместе с родительским благословением подарила ее мама я стала искать по магазинам подходящую игрушку и остановилась вот на этой кукле ну мне сразу предстал образ барби но это не барби у нее было имя аврора и ее изготовили в санкт-петербурге но это была такая такая гламурная девушка современных нарядах таком современном костюме но я эту куколку переодела сшил ей специально костюм в русском народном стиле заплела косу и вот она у получилась такая русская красавица правда на руси девушки были такими пышечками а куклы к очень худенькая но ничего я и попышнее одежду сделала и наверное и тоже и худенькие стройненькие девушки на руси тоже были вот эта кукла будет сегодня мне помогать меня спрашивают а откуда я беру эти костюмы для своих сказок ребят я сама шью сама делаю себе костюмы перешиваю использую то что у меня есть я конечно не не профессиональная швея не какая-то мастерица ну как каждая женщина иголка с ниткой немного владею и вот я настолько была увлечена этой идеей и у меня стояла задача создать такой яркий впечатляющий образ сказительницы что я приступила к изготовлению костюмов и тут вход пошло все то что у меня есть вот например этот сарафан ну вы понимаете что это бутафория не только для съемки настоящий русский сарафан должен быть цельнокройной до полудлиной и так далее но я вот использовал то что есть у меня была одна вещь вот из этого красивого атласа вишневого цвета и мне как раз хватило чтобы перешить и сделать вот верх сарафана ну а низ я продлила другой тканью здесь я украсила кружевом сделала такую декоративную вставку и вот получился такой красивый сарафан ну вот этот сарафан тоже я сделала таким же образом видите как скомбинировала шила из того что было переделала одну вещь и вот еще покажу один сарафан тоже он из атласной ткани дело в том что это была такая атласная кофточка летняя была кофточка а стала сарафаном я всего лишь вот здесь пришила такую декоративную тесемочку золотистую здесь декоративную вставку тоже пришила из того же самого кружева что и вот в этом сарафане только здесь я прямо на материал пришила а здесь я вначале использовала белую плосочку для контраста чтоб отделить это кружево и по моему вот этот вариант получился лучше может быть я переделаю ну и так тоже можно и вниз тоже я использовала то что у меня было вот такой интересный получился у меня сказочный костюм ну вы понимаете что это бутафори это просто вот такой фантазийный костюм для съемки для моих постановок вот эта кофточка тоже я использовала то что было пришила кружева вот уж такой получился интересный вариант я еще хочу остановиться вот на этом ансамбле сарафан и вот с этой русской рубахой сейчас хочу немножко подробнее поговорить вот основу для этой русской рубахи с длинными рукавами послужила обычная такая кофточка самая простая белая с короткими рукавами здесь был такой отложной воротничок вот типа такого как здесь этот воротничок я отпорола остался такой воротничок стойка к нему я пришила вот такую кружевную полосочку нужно было еще отделить красной или какой-то ленточкой но сейчас я расскажу по порядку а вот рукава я выполнила из остатка ткани когда-то у меня было давнишнее было давнишнее летнее платье и вот от этого платья остался низ так было кружева вот такие декорировано по низу платья и оставался кусок ткани и вот как раз его хватило чтобы сделать чтобы пришить вот два рукава и получился такой смотрите фантазийный костюм ну конечно прежде чем начать шить костюмы я эту тему русского национального костюма немножко поизучала посмотрела в интернете я увлеклась очень много узнала нового интересного и это помогло мне создание своих нарядов я свою сказочницу представила вот в образе такой русской сказительницы вот сразу у меня вспыхнул воображение такая тетушка сказительница русском национальном костюме сарафан русская рубаха с длинными рукавами и кокошник первое что я вообразила но о главных уборок мы сейчас поговорим вот мне хочется подробнее поговорить вот об этой рубахе но это как бы рубаха она являлась раньше на руси самым главным предметом одежды верхняя рубаха как у мужчины так и у женщины мужчины тоже носили рубаху а женщины нижнего белья не носили раньше на руси поделюсь вами такими секретиками которые тоже вот узнала они надевали нижнюю рубаху нательную или как ее еще называли споднюю она была белая шилась из тонкого материала но чаще всего изо льна а сверху надевалась вторая рубаха верхняя вот вторая рубаха она была тоже чаще всего изо льна или из конопли или даже из крапивы более ранние времена но чаще всего льняную использовали и вот эта верхняя рубаха уже была длиною до полу с длинными рукавами и высоко здесь застегивалась как правило под горло и это была обережная рубаха она имела большое значение в одежде русского человека это обережная рубаха оберегала не только физическое тело человека зимой от холода летом от жары от солнечных лучей но также считалось что это баха оберегает и душу человека от внешнего пространства от всех злых духов которые как считали раньше обитали вокруг что мир был суров враждебен и чтобы сохранить внутреннее пространство свое безопасности от всякого сглаза порчи от всех злых духов вот эту обережную рубаху тщательно декорировали узорами вышивкой существовала специальная такая обережная вышивка тайные знаки у славянских народов и это вышивка эти узоры передавались из поколения в поколение и до сих пор этнографы ученые изучают тайну вышивки это очень интересно об этом можно подробно говорить и рубаха декорировалась по краям где как считали в старину люди существует граница внешнего пространства и внутреннего это по воротнику вот почему я сказала что нужно бы украсить ленточкой или вышивкой как каким-то узором по краям рукавов или на запястья вот такая ленточка красная пришивалась вот как у моей куколки вот так рукава и сделала и вышивалась тщательно рубаха по низу по краю ну по подол вышивался специальным обережным узором можно заметить на иллюстрациях а вот такие национальные рубахи русские не только русские славянские и других народов украинцев белорусов и у болгар и в польше и у других славянских народов и даже не у славянских кстати можно заметить что вот вышивалась очень тщательно одежда рубахи на рукавах вот в этой части рукава и причем такой уже широкой полоской сантиметров 10 и это неспроста потому что здесь у нас находятся мышцы руки тщательно оберегались крестьянка своими руками и и жала и работала в поле и готовила пищу нянчила детей и выполняла всякую другую работу как тяжелую физическую так и связанную с мелкой моторикой она и вышивала и шила и вязала руки считали с очень важным инструментом важной частью и поэтому тщательно этот участок вышивался декорировался обережными знаками чтобы никакие злые энергии никакая злая сила не проникла на этот участок и не нанесла вред как физическому здоровью так и божественной структуре личности человека но я не знаю что вот в этом узоре какие знаки это просто у меня были такие кружева у меня всего лишь это как декорации как бутафории просто я для красоты пришила декорировала вот эту рубашку это очень сочетается с вишневым атласным сарафаном ну и немного поговорим о головных уборах образ моей сказительницы предстал у меня такой некой тетушки или матушки или может быть бабушки это моя сказочница конечно не молодая девушка ну и не столетняя старуха а женщина ну средних лет вот некая такая тетушка которая в моем представлении могла бы быть такой вот персонаж да такой типаж ну лет сто пятьдесят двести тому назад на руси но может быть триста лет назад при петре первом и я сразу задалась вопросом какой же у меня будет головной убор я буду в кадре появляться как говорящая голова да и красивый головной убор как я решила имеет большое значение я тоже стал изучать эту тему на руси женщины которые обязательно покрывали голову старину простоволосые нельзя было появиться на людях и существовали разные головные уборы головные уборы головные уборы были даже у девочек и у молоденьких девушек ну вот у девушек до замужества головные уборы представляли собой вот такие кокошнички или такая корона или повязочка спереди головы а сзади волосы были открытые девушка заплетала косу и затылок должен быть открытым красивые волосы длинная тугая коса она говорила о здоровье девушки и женихи выбирали себе невесту не только красивую но и здоровую крепкую сильную но потом вот выйди замуж накануне девушки расплетали косу накануне свадьбы был целый обряд собирались подружки мать невесты оплакивали невесту но это просто такой обряд собирали ее тщательно был такой девичник девушку одевали свадебный нарядный костюм и свадебный головной убор существовал ну а потом уже выйдя замуж женщина была обязана свою косу спрятать коса расплеталась на две и волосы убирались тщательно под головной убор я посмотрела в интернете мне понравилось вот такой головной убор называется он повойник или сорока ну в разных областях в разных губерниях раньше по-разному называлось и тут очень разнообразные эти сороки но я увидела вот на 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 ю тубе некоторых роликах женщины современные женщины показали как сшить эту сороку разные выкройки дали спасибо им огромное вот я сшила себе две таких сороки а почему называется сорока смотрите тут как будто как у сороки голова хвост и крылья вот сейчас я вам продемонстрирую поделюсь секретом как я этот головной убор надеваю вначале я надеваю вот такую шапочку там я валик такой подкладываю чтобы для создать объем и высоту своего головного убора раньше же женщины волосы вот так наверх закалывали и у них создавалось такой дополнительный объем а вот я приспособила шапочку сейчас я вам покажу правда у меня зеркало дед но вот так вот я надеваю эту шапочку так я готовлюсь съемкам сказок тщательно убираю волосы а уже сверху я повязываю вот этот повойник скажи как нормально вот смотрите это можно вот так завязать сверху поверх вот эти вот крылья и и получится такой хвостик а можно и вот так вот вот так завязывается можно вот так вот такой красивый головной убор который носили замужние женщины на руси я думаю что для моей как раз сказочницы такой тетушки вот эта сорока как раз подойдет ну и также я могу примерить вот эту ну я думаю уже не стоит понятно вот я сделала себе две такие сороки или повойника один таких розово-малиновых тонах а второй сине-голубых вот два моих таких любимых главных убора вот кстати очень интересно я вкратце скажу что вот это очелье вот эта часть повойника называется очелье меня прямо очаровала даже это слово очелье от слова чело да чело человек личность это как вот часть лица продолжение лица очень тщательно вот эту часть украшали раньше на руси женщины полосочками такими ленточками кружевами вышивкой бусинками потому что была жизнь суровая мало красоты вокруг а человеческой душе всегда хотелось это красоты эстетики и вот так вот крестьянки себя украшали хоть в этом они создавали красоту но я не стала особо перегружать образ вот здесь и так достаточно забавный горошек вот этот материал красивый правда сзади на затылке остается ну а здесь тоже вот были я использовала то что было это можно подробно долго говорить ну вот сам принцип того что я перешиваю из остатков ткани как раз из того что у меня было еще хочу особо поговорить вот уже вот об этом головном уборе тоже я нашла в интернете это кичка женский головной убор называется кичка я уже представила если вот сороку это крестьянки носили то это может быть боярами какая-то надевала ну такого типа головной убор у меня тоже очаровала то что я вот увидел в интернете как сделать кичку своими руками шить кичку с бархатным валиком но вначале я думал у нее вот это не для меня но потом все-таки я говорю обязательно себе сделаю такой красивый головной убор шила я целый месяц ну правда я работала в свободное время ну вот такая у меня получила своеобразная кичка это у меня кусочек велюра нашелся вот когда что-то хочешь сразу все вот находится как будто тебе вот какие-то вот высшие силы подают и подсказывают там внутри у меня валик из синтепона вот это вот очелье да вот слово мое такое теперь любимое стало очелье тоже материал вот такой какой-то нашелся дома внутри я сделала каркас из кожаной старой кожаной сумки видите все можно приспособить здесь вот затылок или как называется это подзатыльник как-то такое слово интересное ассоциации да как в школе так под затыльники но такое было название раньше элемент головного убора я сделала из картонки вот эту основу обшила синтепоном чтобы так вот помягче было приятней и тоже вот такого чудесного атласа у меня нашлось материалы сделал это как хвостик я немножко по-своему сделала здесь такая резинка слабенькая чтобы вот затылок шею не сжимала вот такой головной убор получился там я такую подкладку чтобы ее можно отпороть и постирать можно было бы еще вот это очелье украсить очень разнообразно но я не стала перегружать тоже вот только полосочку из такого жемчуг у меня нашелся вот сейчас покажу тоже как надеваю сейчас желательно конечно брать волосы так вот так я надеваю эту птичку а этот хвостик вот заправляется вот сюда я не вижу над перед зеркалом ну вот так примерно вот так одна моя подписчица мне написала в комментарии марина краса длинная коса спасибо конечно за комплимент но у меня длинной косы нет вместо косы вот в этой течке у меня вот этот красивый хвостик ну вот друзья ну и как вишенка к торту это украшение костюм бижутерия ну я использую то что у меня есть бусы все мои костюмы я надеваю и украшаю бусами раньше на руси женщины крестьянки даже очень любили бусы и на праздник или куда-то в гости в часы досуга женщина наряжалась и надевала все те бусы сколько у нее есть это сейчас может быть мы можем так простудать это элегантно не элегантно это подходит это или не подходит одежде а вот раньше считали чем больше бус тем лучше ну конечно в старину жизнь у людей была суровая в основном вся жизнь проходила в трудах правильных и вот редкие часы досуга или праздник уж если гулять то гулять и наряжаться так наряжаться вот друзья мои я вам рассказала о том какие костюмы я использую спасибо что вы посмотрели до конца спасибо вам большое за лайки комментарии подписывайтесь на наш канал и ждите новых интересных сказок с вами была марина пока-пока пока-пока будет половйя небольшой как пока-пока step Продолжение следует...